До свидания закинув, идем в Патре, полетаем в город Климни, сейчас подняли парус и двигаемся. Со скоростью 6-7 градусов, ветер меняется где-то по 18-20, что в принципе комфортно, достаточно комфортный курс относительно ветра, идем в Патре потихоньку. Все как обычно, мы в порт подходим и сразу отходит лайнер, вот так вот наша традиция не дает сбоев. Так выглядят Патры с расстояния 1 мили. Справа идет порт для дальних паромов, паромов дальнего следования в Италию и в другие страны. Дальше идет небольшой палисадник и левее палисадника идет грузовой порт, идет грузовой порт и дальше уже мост плантовый. Сейчас будем расходиться. Расходимся с кораблем. Пять на зло и второй пошел. Красиво. Ну что, заходим. По Навиониксу здесь надо быть внимательным с глубинами. В общем, в этой бухте стоять нельзя. Дяденька с военного корабля нас любезно попросил удалиться. И, соответственно, сейчас мы будем уходить. Сделаем попытку постановки в порт. Вход в порт. Вот тут стоят катерки, соответственно, может быть, можно стоять. Будем пробовать. Ну что же, вот мы приехали в Патре. Первым делом выкинули мусор, как обычно. И сейчас пойдем вот в том направлении искать, где оформится. Даже купить это стоит потихоньку. Еще мы сегодня порвали парус. Будем искать, где его починить. Вот так вот выглядят Патры. Custom House. Советский Союз. Легкое чувство, что что-то здесь не так. То ли не работает, то ли просто окна выковырили на лето для вентиляции. Для оформления входа мы дошли до нового порта. Там, где должен быть порт, повторите. И, соответственно, территория порта достаточно большая. Вот бегаем, ищем, где есть полиция. В общем, первое. Вначале нам сказали пройти 200 метров. Мы прошли 200 метров. Там нам сказали о том, что вам соседние, вам здание находилось. Здание находилось, там сказали, лезьте в соседние. Числи, в соседние. Вот туда. Так вот выглядит Маринов Патрах. Субтитры подогнал «Симон»! Собор Святого Андрея. Даже в кадр с трудом помещается. Шикарно выглядит. Ухоженная территория. Прекрасная архитектура. Сейчас попробуем зайти внутрь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» Чем Европа отличается от, например, России? То, что заправки могут быть прям под домом, и ты можешь спокойненько втягивать запах бензина. Но Европа славится своим сервисом, и буквально не отходя далеко от дома, ты можешь тут же пролечить свои легкие. Молодцы! Мандариновый фонтанчик. Одна из наиболее главных улиц в Патрах. Чувствовали бы вы аромат этой улицы. Наверное, так же пахнет и в Париже. Сия прекрасная улица выводит нас на центральную площадь города Патры. С памятником, озелененную, с красивым домом, жаль, что одним. А тут я смотрю два фонтана, прям как на Трафальгарской площади в Лондоне. Ну, посмотрите-ка. Прям как в семи столицах, в Кудрово, в деревне. Побывали мы в Патрах. Общее впечатление, что можно сказать. Да, город не туристический, но в этом есть свои и плюсы, и минусы. Город достаточно колоритный, самобытный. Бросается в глаза достаточно простая архитектура. Но в то же время есть такие оазисы с изысками. Например, вот собор апостола Андрея. Действительно впечатляет, как вы видели сами. Действительно красиво. Очень много резного дерева. Явно не скупились, когда строили и занимались отделками. Да, все исписано иконами, ликами святых. Везде бронза, долглавые орлы и так далее и тому подобное. Патры достаточно развитый город с точки зрения инфраструктуры. Здесь очень много магазинов, начиная от продуктов. Практически все сети присутствуют, которые мы с вами знаем. Также точно в Патрах присутствует очень много магазинов, посвященных автозапчастям, мото-запчастям, яхтенных магазинов. Есть ремонт парусов, с которым мы познакомились, остались очень довольными результатом. То есть, на самом деле, в Патрах можно найти очень многое, практически все, за исключением зимней стоянки. Потому что в единственном арене мы узнавали. Здесь очень хорошая цена на нашу лодочку, 174 евро в месяц, в зимний период. И мест, к сожалению, нет. Также хотелось бы рассказать про Марину в Патрах отдельно несколько слов. В летний период здесь есть свободные места, можно поставить лодку. Но очень важно обратить внимание, как образуется цена. А цена образуется таким образом. Вы платите за один день достаточно емкую цену. Например, на нашу лодку 31 евро. То есть, в принципе, это и недешево, очень недешево, и в то же время совсем недорого. Но не примените воспользоваться предложением. Задержитесь в Патрах на пару дней, и тогда второй день вы получаете бесплатно. По истечении 7 дней вы получаете еще 50% скидку. И в этом случае стоимость на нашу лодку в один день получается 6 с небольшим евро. То есть, на самом деле, цены в прайсе бывают кусачьи, но все нужно уточнять. Со всеми людьми надо общаться. И с улыбкой на устах спросите, а какие скидки есть? Тогда, может быть, для вас судьба и улыбнется, и преподнесет приятные сюрпризы. Ну что же, сейчас мы направляемся в город Кримни. Поэтому смотрите следующую серию про это. Продолжение следует...